Что это? Твердость характера, принципиальная позиция или какая-то странная игра? Торг, столь свойственный действующему президенту США. Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным. Переговоры должны были состояться в Аргентине, на полях саммита Большой Двадцатки, который стартует завтра. Но из-за инцидента в Керченском проливе лидер свободного мира решил, пока украинские корабли захвачены, а украинские моряки в заключении говорить не о чем. Исходя из того, что корабли и моряки так и не вернулись в Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я снова с нетерпением буду ждать этого важного саммита, как только сложившаяся ситуация разрешится. В Кремле об отмене тщательно спланированной, тысячу раз выверенной, столько раз проанализированной встречи узнали из твиттера. Об этом сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. Интересно, что это как-то не вяжется с нормальной дипломатической практикой. Вот так отменять встречи? Мы уже привыкли, что в твиттере Трамп увольняет чиновников, к примеру. Но переговоры с Путиным, они все-таки важные, наверное. Я добавлю, принципиальность, а также, ну, скажем прямо, заинтересованность темой украино-российского противостояния Трамп начал проявлять на третий день после столкновения судов в Черном море. То есть накануне он пригрозил отменой переговоров и вот действительно отменил, что это меняет. У нас на связи политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Тем более, в столь поздний час по московскому времени Дмитрий Орешкин подключается к нам из российской столицы. Как вы думаете, что меняет отмена встречи? Я думаю, многое меняет, потому что надо учитывать, во-первых, саму стилистику. В твиттере так раз непринужденно. Все-таки такие встречи готовятся в течение месяцев, согласовывается повестка, и она представляет интересы обеих сторон. И тут Трамп в своем стиле посылает, что, мол, не до вас. Конечно, это существенное оскорбление, если говорить про дипломатический этикет. И для Владимира Путина, который очень много сделал и сделал большую ставку на эту встречу, у нас в средствах массовой информации это уже интерпретировалось как уважение к России, даже некоторая зависимость от России. И свидетельство того, что Путин может позволять себе в своем секторе геополитической ответственности многое, а Соединенные Штаты вынуждены с этим примиряться, потому что Путин сильный политический игрок. И вот здесь, несколькими движениями указательного пальца, или чем там господин Трамп набивает свои твиты, все это от справленного мусорного корзина. Обидно, конечно. Да, но вот я читала, например, некоторые мнения российских политологов, близких, в частности, к Кремлю. И вот, например, звучит такая идея, что, дескать, мы вообще должны сейчас заявить решительный протест, отказаться от всяких встреч с Дональдом Трампом, с американскими лидерами, не знаю, заявить, что мы не там мальчики для битья, и как-то жестко, очень жестко отреагировать. Как вы думаете, это было бы правильно с российской стороны в интересах России? А вы знаете, это неважно, правильно это или неправильно, потому что так сделано не будет. Владимир Владимирович, он слишком хорошо понимает меру зависимости России, реальной России, не той, которую нам по телевизору показывают. Вот, Трамп, он понимает несоразмерность весовых категорий, поэтому не будет разворачивать самолет над Атлантическим океаном, а спокойно полетит туда и проглотит. Хотя запомнит, конечно. Но зато с Путиным будет общаться Ангела Меркель, как мы знаем, по крайней мере, с ее слов. Обычно она не меняет свое мнение, в отличие от Дональда Трампа. Чего стоит ожидать от этих переговоров? Мы знаем, что канцлер Германии обещала затронуть Керченский инцидент. Ну, здесь как раз все понятно. Германии очень не хочется затевать новый цикл санкций, так уж, как и Франция, потому что теряет их бизнес. Но, судя по позиции самой Меркель, которая уже была озвучена, придется, во всяком случае, начать процесс обсуждения новых санкций. Просто потому, что, как ни крути, к югу от Керченского пролива был нарушен целый ряд правил морского судоходства. Украина тоже там была хороша, скажем так, но в основном все-таки стреляли с русской стороны. Это совершенно неоспоримо. Ранили украинских моряков тоже с российской стороны. И самолеты, и военный конфликт был организован с российской стороны. Никуда не денешься. И я думаю, что госпожа Меркель найдет достаточно жесткие слова для Владимира Владимировича Путина. Хотя, между нами говоря, вовсе не обязательно было съездить в Аргентину для того, чтобы поговорить на европейские темы. Я думаю, что все-таки Владимир Путин больше надеялся на встречу с господином Трампом. У них есть о чем поговорить, прежде всего, про ракеты средней дальности. Да, ракеты средней дальности – это РСМД, который, в общем, ну уже почти-почти отменен. Мы знаем о том, что Болтон, Джон Болтон, советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности, обещал, что США выйдут из этого соглашения. Но, в общем, после этого никаких новостей не поступает. Но зато вот Керченский инцидент. И новость сегодняшняя, например, в том, что Россия перебросила на север Крыма батальон С-400 и планирует построить там, в Крыму, радиолокационную станцию. Это к чему подготовка, на ваш взгляд? Или просто какая-то мелочь? Ну, на самом деле, ничего сверхъестественного, потому что находится ли этот батальон, скажем, в Краснодарском крае, или он находится в Крыму, с точки зрения реальной геостратегии разницы никакой. А вот с точки зрения пиар-акций, а, собственно говоря, вся деятельность Владимира Путина в последние годы вот этими пиар-акциями и являются, в том числе присоединение Крыма. Это крупномасштабная пиар-акция, с моей точки зрения. Так вот, с точки зрения демонстрации силы, воли, готовности, продолжения балансировать дальше на лезвие и ножа, готовности дать отпор и все такое прочее, это очень даже логично, естественно, Крым должен быть несокрушимой твердыней, как будто его кто-то собирается штурмовать. На самом деле в этом-то, с моей точки зрения, проблема Путина, что он готовит Россию к отражению угрозы не с той стороны, откуда угроза наступает. А откуда? Как поступали российские предшественники. Ну, смотрите, если откуда поступает, то, конечно, от слабости экономики, конечно, от недостатка той самой софт-паура, о которой все так говорят. Конечно, вот недостаточная гибкость самой политической модели и утраты популярности, чем сейчас как раз Владимир Путин и занимается. Он теряет популярность, никуда не денешься. Его тефлоновый рейтинг, увы, прогорел. Поэтому ему приходится делать зверское лицо, играть в мускулатуру и говорить про С-400. И на этом фоне, конечно, этот конфуз с Трампом очень болезненно бьет по имиджу Владимира Путина. Он это прекрасно понимает. Но это бьет по имиджу Владимира Путина, наверное, за пределами России? Или внутри страны тоже есть какое-то ощущение, что нас кинули? Ну, конечно, есть. Но все-таки какие бы ни были забубенные патриоты, они же хорошо понимают, что если с тобой отказались встречаться, не Путин же отказался встречаться, а Трамп отказался встречаться. Это означает, что к тебе относятся как к третьеразрядному политику. Это означает, что Трампа не волнует проблема. Что думает Россия про ракеты средней дальности? Это означает, что Трамп легко пожертвовал договоренностями с Россией о КНДР, которые планировалось обсуждать, потому что у Трампа были и в Америке были претензии к России с точки зрения несоблюдения режима вокруг КНДР, режима санкций. Да, Россия снабжает КНДР дизельным топливом, в частности, которое в дефиците у Ким Чан Ина. И Трамп хотел эту тему обсудить. Но теперь не будет обсуждать. Ну, Россия пошлет Ким Чан Ину еще два лишних корабля набитых под горлышко этим самым керосином. Что от этого изменится? Это значит, что роль России, с точки зрения Трампа, по крайней мере, ну, не настолько значима для американской политики, чтобы ради обсуждения этих взаимно интересных вещей отказаться от возможности продемонстрировать собственную независимость от Путина. Трампу ведь, в конце концов, не думаю, что он такой отчаянный гуманист, что для того, чтобы защитить украинских моряков, пошел на это. Ему просто стало понятно, что если он встретится с Путиным, то ему будет очень трудно взаимодействовать с собственным Конгрессом, потому что будут опубликованы реальные данные о том, где происходило боестолкновение, какова ответственность Владимира Путина за это боестолкновение. И если Трамп закроет на это глаза, ему с удовольствием вспомнят все те подозрения о том, что, собственно, Владимир Путин его сделал президентом. Оппозиция в Соединенных Штатах весьма сильная, и Трамп предпочел не ссориться, с ней не подставляться, вот свой борт под навал с этой стороны. Поэтому он предпочел отказаться от встречи с Путиным, что, конечно, сильно подрывает его отношения с Россией. Ну и бог с ними, значит, для него важнее отношение с Республиканской Демократической Партией на внутреннем рынке, что вполне логично для Трампской логики. Дмитрий, но с другой стороны Трамп говорит, а давайте вы отпустите этих моряков и давайте вы отпустите эти корабли задержанные. Вы исключаете совершенно вариант, при котором Российская Федерация сейчас говорит, окей, мы отпускаем, давайте общаться. Нет, для Путина это будет непереносимое унижение. Он привык очень дорого продавать свою уступчивость. И когда это уже перестает быть острой темой для общественного мнения. Потому что если он сейчас кого-то там отпустит, то это будет выглядеть как двойная уступка. Значит, на него его сначала, грубо говоря, окунули с помощью Твиттера, а потом он еще отпустил украинских, я не знаю, можно их называть военно-пленными, Украина называет их военно-пленными, но поскольку войны-то нет, то здесь может быть какой-то другой статус. Но так иначе отпустить их, это будет еще одно признание собственной потери лица. Поэтому, к сожалению для украинских моряков, им в ближайшем несколько недель как минимум ничего не светит в этом смысле. А Порошенко тем временем просит прислать в Черное море корабли НАТО. Как думаете, это возможно? Не думаю. Вот НАТО как раз совершенно не хочет вмешиваться в эту историю. И я думаю, что зря Украина, прошу прощения, не мое дело давать советы Украине, но мне кажется, что немножко поторопились они с предложениями закупорить Россию в Черном море и обратиться к Турции и равным образом ввести корабли НАТО в Черное море. Если НАТО это не сделает, мне кажется, не сделает, то для Порошенко это в свою очередь будет потеря лица. Он попросил, а ему вежливо или невежливо отказали. Я вас поняла. Большое спасибо. Политолог Дмитрий Орешкин из Москвы был с нами на прямой связи. Спасибо вам. И теперь по эту сторону океана услышим мнение Александра Генниса, журналист и писателя. Александр присоединяется к нам тоже по скайпу, но не из России, а из Нью-Джерси. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Правильно, правильно. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Спасибо, что нашли время. Американские сенаторы сегодня проголосовали по саудовскому вопросу. Много очень споров сейчас именно по саудитам. И очевидно, то, о чем говорил Дмитрий Орешкин только что, президенту Трампу есть о чем подумать внутри страны. По саудитам мы еще отдельно поговорим. Пока же я все-таки не могу вас не спросить. Как вы думаете, внутриполитические проблемы и вызовы стали причиной для отказа от встречи с Путиным? Или есть какая-то другая причина? Я полагаю, что это прямо связано с положением Трампа, а не положением Путина. Это связано с тем, что кольцо вокруг Трампа сжимается. Он все больше и больше доказательств его сговора с Россией. И сейчас, когда мы сегодня услышали о том, что адвокат Трампа готов давать показания... Это то, чего ждали все противники Трампа. И теперь, когда Конгресс уже вот-вот соберется в январе и может потребовать, наконец, долгожданные налоги Трампа, которые, возможно, покажут, как он отмывал деньги в России. И поэтому Трамп сегодня не в той позиции, чтобы разговаривать с Путиным. У него же ведь очень болезненное положение. Что бы он ни сказал, все будут подозревать сговор с Путиным. И все будут думать, что теперь пришла пора платить по векселям. Ведь сначала Трамп очень прохладно отнесся к герченскому кризису. Что-то такое промолвил, пробурчал. Ну, в общем, это не так важно. И все, конечно, противники Трампа немедленно сказали, что вот и, наконец, векселя пришли, когда Путин помог ему стать президентом, а теперь он готов терпеть его выходки. Конечно, Трампу это очень-очень невыгодно сегодня. Именно сегодня такая ситуация для него крайне болезненная. Поэтому это всё внутренний вопрос. Александр, я просто тут же продолжу вашу же мысль и немного попытаюсь защитить президента Соединённых Штатов, потому что как-то мы на него накинулись слишком агрессивно, мне кажется. Смотрите, когда он что-то промямлил, там, про керченский инцидент, все его критиковали, как вы уже упомянули, его оппоненты в частности, либеральные средства массовой информации, фейк-ньюс, как выражается сам президент, что, дескать, вот, глава американского государства, лидер свободного мира, никак не реагирует на агрессию России, цитирую я, например, СНН. Потом, когда он осудил этот самый инцидент и возложил на Россию всю ответственность, и когда потребовал отпустить моряков и корабли, снова все на него набросились. Ах, значит, слабая позиция американского президента. Ну а как он должен себя вести, чтобы всем понравилось? А я вам скажу как. Давайте представим себе на секундочку, что сегодня в Белом доме сидит не президент Трамп, а президент Рейган. Представляете себе, как бы иначе выглядела вся эта ситуация? Вот мы видели, как ведут себя американские президенты, когда Советский Союз, империя зла, бесчинствовала международным полем. Вы вспомните, как поступил демократ Джон Кеннеди, как поступил демократ Картер, как поступил республиканец Рейган. Существует долгая традиция борьбы с российской экспансией, советской экспансией, теперь российской экспансией. И то, что сделали сегодня российские войска, российский флот, я уже не знаю, кто там этим занимается, это как война в Афганистане. Они нарушили всё, что можно. И считают это абсолютно нормальным, потому что международное право для них не существует. Что сделал Рейган в этой ситуации? Он объявил новую гонку войны, новую гонку вооружения. И эти гонки вооружения привела к тому, что Советский Союз обанкротился. Когда Рейгана спросили, говорит, ну это очень дорого, звёздная война, это ужасно дорого. Он говорит, это же хорошо. Для нас это дорого, для них это недоступно. Вот почему кончился Советский Союз. Это одна из главных причин этого дела. Когда сильный президент сидит в Белом доме, то есть что сказать в отпор на подобные действия. И это, конечно, очень печально, то, что Трамп сегодня явно не тот президент, который может ответить Путину. То, что он оказался с ним встречаться, это немножко напоминает, знаете, как муж с женой посолью себе не разговаривает. Это немножко не то, что мы ждём от президента великой страны и сверхдержавы, которая может позволить себе разговаривать с Россией иначе. Ну, например, все говорят про северный поток, все говорят про нефтяной эмбарго. Существует довольно много возможностей бороться с Путиным на экономическом поле. И то, что Трамп делает, это далеко недостаточно. Продолжение следует...